всех приветствую этом видео расскажу как менять топливный фильтр аудио 4b8 он располагается за задним диваном в топливном баке чтобы поменять куплены вот такие вот запчасти оригинальный фильтр замен там практически нет а по цене они плюс-минус такие же артикул на автомобилях уже рестайлинговых там другое будет поэтому только для дори ставил вот сам фильтр и специальные пластины для извлечения но это потом покажу прокладка там корпус фильтра потом после того как поменяю обязательно распилю старый фильтр посмотреть что там внутри потому что фильтр за сто восемьдесят тысяч как я понял не менялся потому что производителям нет регламента по крайней мере я не нашел регламент как нужно часто менять и обязательно нужно купить вот эти вот клипсы артикул вот он то что они сломаются уже сломались потому что я уже снял диван такая юморная вставочка решил позвонить официального дилер спросить про топливного фильтра на мой автомобиль и вот что из этого вышло ауди центр лахта ксения здравствуйте здрасте можете вводил сервис просто дам как представить вас и автомобиль какой модели ауди а4 представить марк на линии оставайтесь пожалуйста спасибо марк добрый день ауди центр лахта ксения стен сервиса слушаю вас здравствуйте я бы хотел узнать по поводу топливного фильтра замены по регламенту он вообще требуется у меня ауди а4 2011 года двигатель 1 и 8 а надо смотреть марк по в номеру могу посмотреть могу предиктовать в номер давайте да а у вас вообще машина моя уже должна быть в сервисе в базе по гос номер тогда напомните в владимир 669 все вижу благодарю посмотрим вообще да он должен просто кто-то кто-то мне говорит что там вместе с топливным фит насосом и регламент должен быть такое тоже сейчас смотрю по номеру минут у вас он не предусмотрена замена то есть он на весь срок слух службу исполняться на а если я захочу все-таки поменять это как это замена с насосом или там все-таки отдельно топливный фильтр есть давайте если есть возможность полминуты подождите и уточню у мастера хорошо спасибо да марк на минуту марк благодарю вас за ожидание на линии я информацию уточнила смотрите мастер-консультант говорит то что вообще по идее мы это не делаем потому что это нерегламентная работа и в этом нет необходимости для данного автомобиля вообще вот если вы все-таки хотите это сделать то есть это уже идет именно ремонт а нерегламентная работа но вот нам сказал то что там это получится не дешево в районе 10 тысяч то есть идет разборка снимается насос откачивание топлива вот но он говорит то что честно вот на практике не у нас все более 10 лет работают с ауди если не предусматривает регламента в этом действительно нет никого россии если нету предпосылок и ездить нормально да то есть у некоторых там же идет прям но патон например там каждые 60 до то есть у вас вообще не предполагает форму я понял вот удалось сразу нет хорошо понял вас спасибо большое до свидания пожалуйста марк марк быть еще чем-то вам могу нет нет пока только это интересовало что обращать спасибо большое до свидания до тоже благодарю за обращение значит снимаем диван задней нужно взяться рукой где-то посередине и сильно дернуть наверх и с той стороны тоже самое недолго мучаясь принципе он легко снимается вот вот и все ну сейчас покажу вот эти клипсы они сразу сломались они одноразовые то есть не надейтесь на то что они будут в норме подогрева сзади нету поэтому ничего дополнительно отключать не пришлось так желательно здесь протереть от грязи чтобы минимум грязи попала потом в бак и не пользоваться электроинструментом только ручной инструмент потому что в электроинструменте возможно появление искры не дай бог там что-нибудь это все таки бензин ну и конечно для безопасности иметь под рукой огнетушитель фу-фу-фу-фу но береженого как сказать значит откручиваем три винта на крестовую отвертку и снимаем крышку после окручивания наблюдаем такую вот картину достаточно грязная так теперь тут надо отсоединить электроразъем и штуцер видимо и все да тут еще какой-то разъем якобы должен быть не знаю что он себя представляет ли еще он нужен тут даже кабеля нету отдельного теперь теперь сейчас очищаю все это и самое трудное в этой замене это открутить вот это вот кольцо ну что тут немножко почистил кристалл лучше так теперь о том как снять это по старинке все берут какой-то деревянный брусок и молоточком начинают постукивать по краям откручиваю вот это вот это кольцо я попробую наверное сделать что-то типа съемника возьму штангель циркуль измерю сколько здесь расстояние и попробую сделать самодельный съемник но такие же съемки продаются готовые но стоят они как-то дороговато для единичной замены разъем то снимается легко красная язычок тянется наверх и нажимается разъем отщелкивается вот с этим разъемом пока еще не снимаю но здесь такая же клипса как я показал на аудио 6 нужно нажать будет ну вот и и как раз таки наверное силиконовой смазкой можно смазать для простоты снятия мы уж там где циркуля не хватило потому что он всего на 150 миллиметров рассчитан поэтому сейчас буду рулетка измерять если смотреть по зубчиком здесь практически 17 сантиметров куда туда до сюда вот примерно размер на 17 сантиметров нужно какой-то съемник короче вначале я хотел сделать вот типа такого съемника нафигачивать здесь кучу уголочков таких чтобы они цеплялись здесь сверху под ключ что-то сделать чтобы можно было цепляться но это то еще за липуха потому что вот эти плит пластины очень плохо цепляются за вот эти края потому что здесь выступ очень маленький он меньше миллиметра цепляться очень проблематично во вторых расположение там не строго под 90 градусов то есть вот так вот допустим я прикрутил и там смещение на пару градусов нужно будет смещать вот это так как уже здесь прокручено про прикручено то посадочные места уже значит сточились еще полнейшая залипуха и взял просто по старинке брусочек молоточек 15 минут постукивание немножко выдышки и все все пошло сразу сделал тут несколько рисочек и на самом конце кольце тут также был тоже зеленый маркером сделано чтобы обратно закрутить плюс минус на такой же такой же угол вот теперь как снимается это клипс эта трубка на что 10 нажимается не видно видно вот нажимается и все она поднялась и потек бензин самой аккуратно вот вытекла совсем чуть-чуть бензина водительскую дверь но принципе уже отключено все электромотор не должен накачать поэтому ничего страшного теперь главное проветриваем помещение не дышать вот принципе насос я достал его нужно как-то так вот поднимать вот этим полозим вот этот вот блок большой самим топливным насосом опускался вниз вот и немножко под углом доставать сейчас бак отдельно сфоткаю он там по ходу вообще кристально чистый как байкал вот и теперь нам нужно сюда достать топливный фильтр комплекте топливный фильтр идут три такие палочки их надо вставить как раз таки вот где вот эти фиксаторы то есть как-то вот сюда вот так вот вот так вот чтобы вот эти вот фиксаторы приподнялись так и последний где-то вон тут солнце есть фокус есть все вставили теперь нужно отсоединить штуцер сейчас наверно польется бензин так смотрим значит здесь когда здесь получается что надо как-то его снять тут надавливается с одной рукой наверно не смогу это показать ну здесь вот две кнопки их нужно надавить и снять это тут штуцер так и в принципе все там в комплекте еще одно кольцо но я посмотрим куда его надевать там еще какой-то маленький контактик видим как заземление наверно вылилось грамм 200 топлива и у 10 еще одна прокладка которую тоже нужно будет поменять она новая в комплекте идет отдельно вот все в принципе фильтр менять все посмотрим какого года точно не менялся год правда не показатель потому что он может произведен быть каком-то старом году так фокус ну тут на камеру не видно но он десятого года нет 11 вру вот 11 11 год десятый месяц как я понимаю то есть это родной фильтр пробежавшие 180 с лишним тысячи километров 180 сейчас смотри 183 или 108 мне даже больше 187 наверно ну неважно короче сейчас я у меня новый фильтр имеет такую маркировку производства 19 года чешская республика и как понимаю фильтр фирмы bosch значок bosch смотрю сколько стоит bosch на самом деле по моему даже дороже чем оригинал здесь вот так же 19 год написан то есть сейчас 20 год ну так же вставляем его туда не забываем красный клопачок и надеть новую прокладку все новый фильтр установлен контакт подключен эта штука вставляется до щелчка без усилий здесь значит там видно были фиксаторы то есть по-другому фильтр не встанет и в принципе все это не знают какой-то видимо резервный клапан по поводу установки здесь на самом фильтре есть стрелочка вот это вот она указывает направление и стрелочка должна запасть вот с этой вот меткой то есть направление установки фильтра важно и по поводу чистоты бака я думал будет немножко грязнее все таки бензин видимо хороший питере фонарь включу вот с фонариком то есть никакой грязи не плавает но там какие-то маленькие кусочки есть ну бак чистейший очень много тем о том что нужно менять еще вот это вот кольцо но в разумительных каких-то объяснений почему его нужно менять тут какая-то одноразовая резьба и либо что-то еще туда же никакого нет резинового уплотнителя на этом кольце то есть зачем его менять я лично не представляю да вот это кольцо на самом деле вот здесь вот можно было бы и поменять вот но я его просто протру сейчас вот там никакая грязь на нем не попала и в принципе его нужно ставить сухим как пишут то есть ничем его смазывать дополнительно не потребуется вот так же значит соблюдаем стрелочку и направление здесь и все закручиваем сначала закручиваем от руки а потом немножко дотяну молотком . в общем видео получается из вредных советах крышку не имеет прокладка не меня и короче каждый действует в меру своей испорченности вот затянул я крышку точнее эту винтовую штуковину как мог единственно не попал примерно на на деление но она вообще не идет то есть я боюсь сильнее уже стучать закручиваем примерно по времени на жесток же сколько откручивал минут 10-15 вот и здесь тоже у меня вот метка здесь сделано было и здесь и чуть-чуть не докрутилась но она вообще не идет вставляем значит этот штуцер до этого и сейчас я наверно подожду пока вот этот бензин тут выветрится прежде чем подключать электроклемму ну на всякий случай пускай постоит на воздухе открытое испариться теперь нужно вытащить вот эти вот хреновины они здесь вот на клипсах вот так вот вот эта штука вынимается здесь вот не достается они мертвы их можно выкинуть ну чтож протер там все не путайте что штуцер надо вставить не вот в этот это заглушенный какой-то видимо для другого двигателя а вот именно вот этот ну там по моему не дотянется шланг вот подключил питание теперь пробный запуск попробую несколько раз когда вставляется ключ сейчас я вставлю вот ключ и тут какие-то звуки издаются не сейчас никаких звук не сдается пробую водительскую дверь открыть закрыть ну видимо он сейчас выкачал воздух лишние системы включая 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 вот сейчас водительскую дверь открыл в общем он что-то подкачал запускаю просто без запуска двигателя зажигания так он что-то подкачал еще раз вытаскиваю ключ включая зажигание вот первый запуск тогда немного дрожащим мотором запустилась 187000 что менялся ну пускай теперь поработает запаха бензина не появилась в общем пускай сейчас несколько минут постоит поработает но двигатель практически прогрелся делал для справки это почти на пустом баке теперь значит к рекомендации не стоит сразу спешить вставлять эти штучки устанавливать диван так как показал drive 2 опыт многих ну как у многих у некоторых начинает все таки течь эта крышка и я сейчас пока туда положил сухую сухую салфетку смотреть будет ли значится бензин если она будет пахнуть или будет влажная значит крышка пропускает иначе надо будет думать уплотнять ее пытаться сильнее закрутить ну и так далее пока что диван ставить не буду надо будет заполнить бак почти до полного и только после того как убедишься что ничего не течет тогда можно все закручивать и ставить диван потому что даже не страшно что израсходуются одноразовые клипсы страшно то что пропитается сидушка дивана бензином и будет вонять несколько месяцев и это будет очень комфортно поэтому надо действовать скорее всего вот так вот вот поэтому сейчас на заправку заправляюсь может быть чуть позже заправку сгоняю и запишу видео и надо будет разрезать тот фильтр старенький срезал вот эту вот верхнюю часть внутри кассета сейчас пробую отверткой достать слушайте фильтр то реально нужно менять то что я здесь протер и он в такой вот в налете таком он очень такой маслянисто жирный грязный очень грязный я бы не сказал что прям как масляный фильтр но замена точно его нужно показать изнутри но там видно что он такой вот каком какашечном налете при этом внутри внутри достаточно чистый ошметка только самого корпуса срезанного вот на audi a6 я вот приложил там фотки такого не было за 35 тысяч километров конечно тут получается в несколько раз больше но фильтр советую все-таки менять я не думаю что будет настолько грязь выступать и видно этого в общем не слушайте рекомендации производителя этот фильтр нужно менять повторюсь не помню даже говорил не говорил на рестайлинге этот фильтр проблематичнее поменять по моему сборе там с насосом и это видео инструкция не подходит только для 2008-2011 года то есть до рестайл до файс лифт можно поменять такой фильтр ну и для тех кому интересно что находится под вот этой вот металлической крышкой тут находится перепускной клапан как я и думал он рассчитан на 580 килопаскаль здесь прокладка сеточка интересный такой клапан сохраню на всякий случай может пригодится где-нибудь ну короче этот клапан видимо открывается при достижении приема давления чтобы на тнвд поступал максимально 580 килопаскаль ну и вот такая вот красота в разрезе реально фильтр покрыт такой тонкой грязный вот какая грязь про покопаться в этой грязи его вот столько грязи вот заправлено примерно 40 литров ездил не я супруга она сказала что ничего не поменялось ну я в принципе это ожидал что после замены фильтров особо никакой разницы ожидать не стоит вот это видео получается таким как бы не очень правильным потому что нужно им кучу всего менять я конечно оставлю в описании все ссылки что там нужно кольцо прокладка там еще отчета поменять но лично я не вижу в этом смысла поэтому это видео такое из неправильных как не надо делать потому что нужен еще съемник а не молоток короче действуйте как хотите я делаю так как бы меня устраивать бензин после заправки практически полного бака из под кольца не появился то есть запаха в салоне нету подтеков нету то есть все нормально можно диван обратно ставить а так не служите дилера по регламенту этот фильтр не нужно менять а я советую хотя бы раз 60 тысяч лично я буду именно так раньше не имеет смысла как я понял на вот на 35 тысячах я на шестерки поменял топливный фильтр по состоянию я бы не сказал что он кристально чистый но по сравнению с четверкой там он конечно в гораздо лучшем состоянии и следов грязи которые можно загребать с поверхности фильтра там такого не было поэтому меняйте в 60 тысяч используйте все рекомендованные запчасти кому не жалко денег кто не видит в этого смысла не покупайте просто покупайте фильтр две клипсы для заднего сидения и принципе этого достаточно так на этом все ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на канал всем пока